Здравствуйте! Вы смотрите интервью. С вами Ерлан Агисинов. Такой национальный вид борьбы, как Казах-Куреса, обретает все большую и большую популярность. И что радует, обретает популярность он далеко уже за пределами Казахстана. Чтобы поговорить о перспективах этого замечательного вида спорта, мы сегодня пригласили в нашу студию президента Всемирной Федерации Казах-Куреса, профессора, заслуженного деятеля Республики Казахстан, Серега Дукеева. Здравствуйте, Серега Дамович! В первую очередь расскажите, пожалуйста, о таком виде спорта, как Казах-Куреса. Как давно он вообще существует и как давно проводится по нему соревнования вот у нас в Казахстане? Потом перейдем уже к Советскому Союзу и уже в период независимости. Ну, Казах-Куреса, по нашей истории, вообще он древняя борьба. У нас Казах-Куреса боролись раньше в тоях, в больших мероприятиях. Каждую жизнь свой батыр был, ну, Казах всегда в бойге было. Ат-Чар старый, и Кокпар, и Казах-Куреса. И с этого вот, ну, а у нас в Советском Союзе уже первый спартакяда, в 1938 году первый спартакяда прошел Казахстан. Вот в союзное время у нас проходили чемпионаты Казахстана, турниры разные. Вот турниры на у нас вот казахского богатыра, вот Хазьмухан Муайт-Пасова там, Болван Шуллаха был турнир, я помню. Ну, вот так боролись. Это в советское время. Но сейчас с обретением независимости уже второе дыхание, да, можно сказать? В Советском Союзе, вот как мы стали суверенным государством, вот Хазак Куреса, вот можно сказать, со стороны нашего агентства, очень, Казахстан очень хороший, очень начал хорошо развивать. Вот у нас все чемпионаты, чемпионат Казахстана, Кубок Казахстана, молодежь, средние, юноши, больше тысячи тренеров работают. Вот каждая область у нас открыта, здесь совершенно сильно развита. Впервые мы в 2003-2004 году, первый круг Казахстан был тогда, мы 16 государств собрали борцов, нас поддержали 13 государств, это проходило в Берлине, и впервые Всемирные федерации Казах Куреса открыли. И с этого времени мы начали каждый год проводить чемпионат Азии, два года один раз, среди взрослых чемпионат мира. Вот мы сейчас в этом году 9 раз мы чемпионат Азии провели, два раза Кубок мира провели, и 4 раза, вот четвертый раз, сейчас 19-23 мы проводим четвертый чемпионат мира, это будет Белоруссия, Минск будет проводиться. Мы приглашили четырех континентов, 40 команд, из них 35 нам подтверждение дали, мы сейчас будем проводить. Терри Кадамович, вот скажите, пожалуйста, представители этих четырех континентов, как вы говорите, да, у нас, понятное дело, мы знаем, вот центрально-азиатский регион, мы знаем, что такое Казах Куреса, да, а вот откуда знают, например, европейские или же американские борцы о существовании такого вида спорта? Ну, мы сейчас в этом, начало 13-го года, в феврале месяце, мы даже сейчас континентально тоже начали развивать, мы вот приезжаем 2-3 дня вперед, 3 дня обычно, мы проводим семинары, тренировочный процесс наш тренера показывает, и учим судей, у нас сейчас мы и правила поменяли, вот мы когда Всемирной Федерации сделали, мы уже все на казахском языке, например, раньше было все по-русскому, как от самбо, от вольной борьбы, там один балл, два балла, там со свистками бороться, сейчас баста, тохта на казахском. Вот мы в этом году в Африке проводили, Африка, чемпионат Африки, мы 10 государств приехали, африканские, из них 6-3 боролись, 4 проходили тренировочный процесс, мы сейчас вот это хаза, наши крутищи, хазахские, раздаем бесплатно, разбиваем вот так, 2-3 дня приезжаем, потому что вот это борцы, которые борются самбо, дзюдо, они быстро учатся, быстро. Чем, вот скажите, пожалуйста, вот отличается сегодня правило хазах-куресы от, скажем, правил в самбо или же в дзюдо? Ну, например, наша борьба, вот, все интересно, партия нету. Если вот падает, даже вот, даже не только судьи, зрители сами видят, кто падает, кто там проигрывает, кто выигрывает. У нас, потом у нас в правилах, вот, если борец сильный, судьи никто не может. Вот, например, он, если хороший один бросок сделал, он в любое время может тебе догнать. Там все у нас по баллам, там, по одной, по два балла, вот так же, такого нет. Если ты даже три бюк и три жамбаса взял, ты один раз там хороший бросок сделай, там, жартлай, и ты можешь, и с хорошим броском ты можешь всегда победить. Может, в любое время догнать, там, выиграть, если борец сильный, там, даже, может, судьи не помочь. Вот, правила у нас, чем хорошо, вот, отличается он, они, вот, быстро нравятся, и говорят, правила у вас. Честнее, чем другие. У нас, например, Греко-Римск в свое время, вот, все, приемы ушли, какие интересные приемы были. Все на партере, уже борцы стали на партере, там, ждать, кого партер поставить. Даже чемпионаты мира, олимпийские игры, вот, за это же, вот, сейчас, там тоже поменялись, вот, федерации. Правила, да. Правила меняются. Что, вот, какой интересный. Сирик, скажите, пожалуйста, как много сегодня ходят детей в секции Казах-Крюса? Ну, я вам скажу, вот, у нас сейчас очень популярны, вот, Казахстан барсы, и, можно сказать, вот, большой толчок дал, вот, Казах-Крюс, вот, мы проводили три раза, вот, каждый раз, вот, уже тысячи мальчишек, вот, просится сейчас, федерации, где можно, раньше спросили, где дудо можно сам, вот, там, другие виды борьбы, сейчас просится, где Казах-Крюс в секции, вот, много звонков, родители, да, открываются, очень много интересов появили другие виды борцы, не только Казах-Крюс, там, и сейчас, и греко-римские, даже, вольные борьбы, не только дудоисты, там, самбисты, все хотят бороться, потому что, уже как-то, и интересно стало, интересная борьба, и зрители, вы сами, вот, последние барсы, вы видели, как... Евразия-Барсы, да. Евразия-Барсы, нет, Казахстан-Барсы, даже, вот, вот, у нас, отойдет 9 тысячи, даже, в футболу так не ходит, наверное, и со всех областей, со всех областей. Ну, становится, да, обретает все больше и больше популярность, да, эта часть. Больше популярность. Давайте теперь поговорим, вот, о международном, да, соотношении. Казах-Крюс, насколько у нас есть шансы, вот, если мы уже проводим международные турниры, всемирные, скажем, там, чемпионаты, да, именно по Казах-Крюсу, возможно ли такое, что в будущем, в олимпийские виды спорта будет причислено именно Казах-Крюсу? Ну, мы, у нас цель стоит, чтобы зайти сейчас в комплексные игры, как азиатские игры, на следующий год мы показательные выступления уже. Именно по Казах-Крюсу, да, в азиатские? Казах-Крюсу, да, в азиатские игры, да, комплексные игры. И дальше наша цель, 18-й год, чтобы войти в азиатские игры. А, и у нас цель, спорт-аккорд, единоборство, вот, тоже проходит, два года один раз, вот, в этом году Санкт-Петербург прошел, вот, у нас мы показательные выступления, вот, такие комплексные игры, как спорт-аккорд, Ну, по олимпийским характерам у нас цель стоит тоже до 18. 64 государства из 4 континента должны быть. У нас сейчас на сегодняшний день 32 государства из 4 континента у нас открыта федерация. Нам дойти надо, наша цель сейчас 70-80 государств до 16 года. И первую заявку дать в 2017 году. Тогда можно по олимпийским характерам, когда будет 4 континента, 64 государства, можно там заявку дать. Нам, чем больше государства мы будем развивать, сейчас открыть, тем больше мы становимся ближе к этим олимпийским играм, например. Я могу так сказать. Ну и Серик Адамович, я думаю, что все-таки главная наша цель это привлечь как можно больше сегодня мальчишек именно к этому национальному виду спорта. Ведь все-таки через национальный вид спорта это еще один из способов поддержания собственной казахской культуры и традиции. Большое вам спасибо, Серик Адамович, за то, что нашли время и пришли к нам сегодня в студию. К сожалению, время нашей программы ограничено. Но я надеюсь на то, что мы с вами еще раз встретимся здесь на программе интервью на телеканале 24КЗ. Но я хотел бы напомнить нашим телезрителям о том, что сегодня в нашей программе принял участие президент Всемирной Федерации Казах-Криса Серик Тукиев. Всего доброго.